Приветствую вас, друзья мои! В прошлом видео мы наслаждались с вами шедеврами Палатинской галереи Палаццо Питти. Видео получилось длинное, почти 40 минут. В Палатинской галереи есть на что обратить внимание и посмотреть. И поэтому я решила показать вам галерею современного искусства отдельным видео. Те, кто из вас не смотрел видео о шедеврах Палатинской галереи, я советую вам перейти по ссылке и посмотреть. Она должна появиться или вверху над видео, или будет в прикрепленном комментарии под видео. Сейчас у меня есть немного свободного времени, и я решила быстро-быстро смонтировать это видео и, наконец-то, показать вам галерею современного искусства. Честно сказать, после осмотра Палатинской галереи мне уже не хотелось идти в галерею современного искусства. Но я подумала, что на улице идет дождь, и лучше уж гулять по галерее, чем под дождем. И все-таки я решила зайти в галерею современного искусства. И вы знаете, я нисколько не пожалела. Мне настолько понравились экспонаты этой галереи, что я бы там ходила бы и ходила. Да еще и на моем пути попадались молодые экскурсоводы, которые вдвоем для одной сеньоры проводили экскурсию. И мне было настолько интересно. Где-то я слушала их, где-то смотрела что-то самостоятельно. Снимала мало, потому что вообще не думала делать видео с галереей современного искусства. А потом все-таки решила смонтировать видео и показать его вам. Пусть даже в этом видео нет интересных рассказов о картинах и скульптурах, что было бы, конечно, интереснее. Но подумала, пусть хоть так сохранится память о посещении галереи. Да и время сейчас такое, что не каждый может путешествовать и приехать во Флоренцию. А это небольшое видео приблизит вас к Италии, к Флоренции и к искусству. Коллекция галереи современного искусства состоит из картин и скульптур от начала XVIII века и до начала XX века. Эта коллекция до сих пор пополняется за счет покупок и пожертвований. Это замечательная скульптура «Мальчик с петухом» – работа Адриана Чичони. Я ее подробно рассмотрела, но вот только когда начала снимать, меня отвлекла панорама. Эта небольшая скульптура «Малыша» – тоже работа Адриана Чичони. Кстати, в галерее очень много его работ. Я вам их еще покажу. «Малыша» – тоже работа Адриана Чичони. Итак, мы готовы. Перед нами великолепная дама. Она улыбается, кокетничает, заигрывает. И как же прекрасно она передана. Автор этой работы все тот же Адриано Чичони. Здесь, в этом зале, я вновь повстречалась с молодыми экскурсоводами, которые проводили экскурсию для сеньоры. Перед нами великолепная дама. 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 С галереи современного искусства очень красивые виды открываются на Флоренцию. Скульптура «Мать» Адриано Чичони. Замечательная скульптура встречи на лестнице все тот же автор Адриано Чичони. Перед нами великолепная дама. Перед нами великолепная дама. Галерею я смотрела, а вот сады Бобули мне все-таки дождь помешал посмотреть. Я немного поднялась и любуюсь панорамой. И это еще не последнее видео из поездки во Флоренцию, которая у меня состоялась 10 мая. Будет еще одно видео. Ну а потом, может быть, покажу немного Рима, а может быть и сразу Неаполь. Потому что вчера, 13 июня, я ездила в Неаполь. Ой, погода нас в этом году вообще не радует. И в Неаполе был дождь. Правда, не такой сильный и не целый день, как во Флоренции. Но все равно был дождь. А еще во Флоренции мне понравилось очень рисовое мороженое. А вы когда-нибудь пробовали такое? На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами и до новых видео. Субтитры сделал янодором. Возможно, не только дождь. Субтитры сделал янодором. Соответственно, это можно будет задержать. Боже мой. И так все стежки. Я думаю, это все, что всё не так. Продолжение следует...